Это яблоки обреченные, красивые, яблокские, с пятнышками. Ни одно яблоко так и не сорвал. Свидетель вот рядом сидит. Так, и гнили, 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 гнили. Так, семечки гнили в тепле. И гнили, гнили где-то к Новому году. Я их только почувствовал, что они поспели. Я не халтурщик. Раньше семена высылать не высылал. А дождя мне сорт, она не хочет гнить. Она лежит в тепле и не гнил. Я уже отчаялся, а кушает такой, а семечки-то собираются. А какие из них семена? А я сейчас не знаю. Но я же несколько сотен семен разошел. И вот эти еще крупнее в два раза. Что получается? Смотрите, халтурщики или нет. Там-тарам-тарам-тарам. Ну, продать себе не удалось. Вот и все, пожалуйста. И лишний раз убедился, больше месяца статифицировать нельзя. Потом выбрасывать приходится. Это тоже учеба. Так, правильно обрезаем яблони. Мне только из-за слова правильно. К ней нельзя подходить. А тут все правильно. А снова обрезаем. Смотрите. Вот. Правильно. А это означает, что где все обрезки сделаны на конце. Согласны? Вот это самое страшное, что происходит. Вот. А вот это моя любимая Платонова. Вот. Да ладно, давайте ее промотаем. Что, не будем? Ну, мне кажется, она и так уже икает. Не, они сейчас про меня не знают. После этого, когда я послал им это, несколько фильмов, снял про них, разгромил, приписал, угомоните феи. Я тогда почему-то и сказал, что это они. Я потом заглянул, а она, оказывается, вообще не с одного, с одного, с какой-то отношения не будет. Она актер. Ей сказали резать. И вот она, когда сейчас отрезает эти веточки, помнишь, я показал на кончиках, висят плоды, да? Она этого не знает и знать не может. Она сейчас три веточки отрежет. Это я с этого снимал. И уйдет деньги получать. А там таких сотни. Представляешь, кто-то это всерьез воспримет. И еще меня удивилось, что летом, ну ладно, зимой они хоть не видят, что летом. А сейчас она летит с листьями. А чего в школе учили? И они на нее нападают. Она такая же жертва, как это самое, как тот мой сосед. Она такая жертва. Она не знает и знать не может. Подосинтез нормально в школе не проходит. Я учебник покупал. До первого сентября я прочитал астрономную историю, биологию, географию. До первого числа этого самого. Потом приходил в школу, мне сняются занятия. А мне занялся нечем. Вот так было. Ну хотя бы бить голову красивую, что, видите, я даже комплимент сделал, да? Правильно? Красивую ее голову. Очень обаятная женщина. Вбить в школе бы, пока она была молоденькая совсем, на всю жизнь. И вот сценарист какой-то полупьяный пригласил, говорит, вот это сценарий. А там режиссер. А она только выполняет задание. Говорит, трешлась. Она говорит, а что она должна была сказать? Вы что, хахерели что ли? Вот так должна была реакция быть. Если какой-то нашел, который двойка была по эпилогии, но натянули тройку. Я не могу по-другому разговаривать. Потому что он прав в этот самый. Ну, нельзя, пожалев одного человека, вот ты сейчас молодец. Ты сейчас сказал, не стоит ее дергать. Вот. Я спасаю тысячи. Это же самое. Смотреть противно.